Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру Outer Wilds. Космическую экспедицию предлагаю продолжить. Или, проще сказать, начать сначала, так как мы опять сдохли в прошлой серии, и сейчас будем просыпаться опять на старой нашей планете. Короче, мы исследовали пещеру. Мы нашли какие-то там штучки в ней. Я ничего пока не понял. Я попробую сейчас полететь в другое место, на какую-нибудь другую планету. Я хочу вообще еще раз изучить карту и понять, что вообще происходит здесь. Не понимаю, для чего нам вот это показывает, что постоянно вот этот вот спутник ломает эту штучку. Что это такое? Что это за фигня? Я не знаю, что это такое. Ты знаешь, ты не знаешь тоже, что это за фигня. Все, понеслась. Ну, привет, кораблик. Давай, покажи. Покажи мне, что в тебе есть. Ага, ага, ага. Значит, изучим карту. Что это? Что это появляется? Звук. Что это за моды? Это список моих заданий. Кайф. Значит, здесь мы можем прочитать слухи о месте. Почитать сведения о месте. А что это за место? Шахты. На мае. Это как раз таки мы вот там были в прошлой серии. На мае добывали здесь руду, чтобы создать обшивку, которая защитит зал в ядре часа пепла. Когда обшивка была готова, на мае убедились, что в ней нет отверстий и трещин. Для центрального зала в ядре часа пепла была создана невероятно толстая обшивка. Здесь знак вопроса, значит, что мы, возможно, еще не решили эту загадку. Потом у нас есть Габро. Гал говорит, что Габро повторно исследует пучину гиганта. Пытается узнать больше о статую на мае в обсерватории. Вот, смотрите, зелененьким подсвечено, как будто бы прям самое активное. Надпись на мае в обсерватории говорит о том, что на Терриконе было какое-то устройство, которое нуждалось в настройке. Ну, почему бы нам не слетать на Террикон тогда? Гоу. Как там это все делать? Где у нас карта? Я забыл. Посмотри, там. Карта есть. Террикон. Террикон, Террикон. Террикон, а мы же там были уже. Я не видел там у этого устройства. Хорошо, фиксируемся. Да понеслась. Слетаем. Все, все, все окей, все окей. Террикон, ты где? Ты тут, Террикон. Погоди. Значит, давайте зафиксируемся. Я сказал, фиксируемся. Есть. И полетели на него. Где это устройство, которое нуждалось в настройке? Кстати, возможно. А, смотрите, там еще какой-то храм есть. Как я этого не видел? Самые крутые места не видел. Тихо, 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 тихо. Сейчас врежемся. Сейчас врежемся. Да, кстати, нам же надо вот так выровняться. Во! О, слушайте, идеально сел. Идеально. Я сказал, идеально. Все, растянуть ремни. Более-менее, я считаю. Встал очень хорошо. Смотрите. Это как будто бы какой-то старый космический корабль. Да, это старый космический корабль. Я не вижу, куда здесь можно уткнуть себя, чтобы залезть внутрь. Невозможно. Окей, давайте попробуем найти то устройство. Интересно, что будет, если я просто возьму и улечу случайно в космос? Это вообще возможно? Мне кажется, что это, блин, очень даже возможно. Давай. Поперли, поперли, поперли. Где вы? Вон они. Я сейчас улечу. Я сейчас улечу. Стоять. Вот. Смотрите, это как прям ладонь была сверху. Окей, музыка заиграла даже какая-то. О, погодите. Мячик. Мячик. Надо загнать куда-нибудь. Сюда. Что происходит? Они стали вращаться. Ну-ка, давайте попробуем, не знаю, в другое место. Все, остановись там. Почему я не могу остановить его? Ну-ка, все. Смотрите, они выстраиваются в туннель. В туннель на солнце. Хорошо, а вот сюда? Это космический компас. Они указывают на разные планеты. Вот. Что это за планета? Как понять? Я не знаю, как понять. Короче, вот это планета. Давайте посмотрим. Которая зеленая. Это пучина гиганта. Слышите? Дудка. Хорошо. Короче, это просто космический компас. Я не знаю, зачем нам его надо настраивать. И тут еще можно вниз пойти. Дерево какое-то. Обнаружены деревья. Запас кислорода восполнен. Нифига себе, как круто. То есть, получается, тот чел, который возле хижины сидит. Опа, смотрите. Он сидит, и он сюда спускается иногда, получается. Так, слишком близко, сорян. Так, я протестировал локатор сигналов Ока. Он засек сигналы от Солнца, пучины гиганта и пустотной сферы. Однако, когда я пытался отследить сигналы самого Ока, с локатором сигналов Ока, происходило что-то странное. Указатель бешено вращался, нигде не останавливаясь. Я поняла. Вероятно, я неправильно настроил локатор. Мы с Дерезой, моей учительницей, попробуем еще раз. Новые данные. Как ни странно, все настройки были точны. Как не обидно это признавать, нам нужно было более сложное устройство, если мы хотим найти Око Вселенной. Они считают какой-то Око Вселенной? Значит, мы его создадим. Не теряй надежды, Касава. Наш клан оказался здесь именно благодаря поискам Ока. Мы так быстро не сдадимся. Так, в эту сторону. Интересный результат. Возможно, Око перестало испускать сигналы. Что еще здесь есть? Ух, ничего себе. Ничего себе. Видеть эти руины своими глазами совсем не то же, что на чужих фотографиях. Меня просто удивило, что здесь такой кассетный проигрыватель. Похоже, они очень старые. Это лучший день в моей жизни. Так, ладно, надо рассказать обо всем, как полагается. Обнаружен некий локатор на Мае. Он может указывать на разные планеты, что довольно круто. Судя по надписям, его построили для поисков чего-то конкретного. Короче, это дневник того чела, который его захижил. Я не знаю, наверняка. Еще обнаружилось упоминание Южного полюса пустотной сферы. Слетаю туда, чтобы узнать больше. А, блин, тут столько названий новых. Хоть честно, я очень теряюсь. Я постоянно забываю, о чем идет речь. Пустотная сфера. Еще какие-то там слова были. Северный. Южный полюс пустотной сферы. Да, надо возвращаться к кораблю и лететь дальше. Совершенно не опасно. Почти. Бескрайний космос. Портовой журнал обновлен. Стоп, а это что такое? Это же надо взять да поставить. Педаль охотно вошла, стрёмно. Треста. Идея следует конструировать новый и более сложный локатор. Он может оказаться больше, чем наш нынешний локатор сигнала ФОК. Калеос. Анона и те, кто застрял на часе угля, сконструировали там локатор квантовой луны. Но им очень мешал жар солнца. Лучше выбрать одну из других планет. Серьезно, очень трудно следить за всем этим. Такие названия и так много. На южном леднике пустотной сферы достаточно места. Я могу построить для этого локатора отдельное здание. Значит, будем конструировать на леднике. Полагаю, юному послену это понравится. Око всегда его очень интересовало. Хоть он и родился уже после крушения. Мак. Решено. Я отправляюсь на южный полюс пустотной сферы. И кажется, я тоже отправляюсь туда. Поперли на пустотную сферу. Карта. Где пустотная сфера? Пустотная сфера. И пустотная лампа. Про нее ничего не говорили. А мы можем указать на пустотную сферу, интересно? Это она. Вот. Мы прямо на нее сейчас указываем. Ну-ка. Уйдите. Уйдите. Песочные часы. Мешают. Банджо. Окей, хорошо. Гоу на пустотную сферу. А! Все. Аккуратненько так. Взлетели туда. Хорошо. Классик скафандр. Давай посмотрим борт-журнал. Вот. Видите, она открылась. Вот как нам дают задание. А то я уже думал, мы вообще тут с ума сойдем. Пытаюсь понять, что делать. Хорошо. Южная обсерватория. Ребек. Ребек отправляется на пустотную сферу в надежде выяснить, что нам Аи делали на южном полюсе. А вот это самый южный полюс, да? Пустотной сферы. Да. Нам Аи решили конструировать более мощный локатор. Хорошо. Давайте полетели туда. Все. Вы, если что, ребят, подсказывайте мне. Подсказывайте там, какие названия, куда, чего. Чтобы я не тупил, чтобы мы вместе проходили эту игру. Так. Мы здесь. Теперь нам нужно отправить GPS координаты вот сюда. Вот она. Зафиксировались. Гоу. Хорошо. Прислось. Чтобы на солнце не улететь, да? Я думаю, я сдохну, если, да, попаду на солнце. Включить автопилот, кстати, можно. Все, полетел. Нифига себе скорость. Куда ты полетел, кстати говоря? Сверху-то левее. У меня просто вынес куда-то непонятно. Давай. Ну сейчас включаем автопилот. Кажется, теперь он прям к ней, да, мчится. Запуск тормозных. А, смотрите, как удобно. Мы можем вообще вот так вот расслабиться и спокойно попивая коктейльчик. Лететь нужно на место. Устанная сфера. Мы тут. Автопилот выключен. Офигеть, какая. Там черная дыра. Офигеть. 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 Прямо сюда. На эту планету. Я боюсь. Я боюсь. Я боюсь. Когда ты остановишься уже. Ааа. Найн. Вот. Вот сюда можно сесть. Наверное. Аккуратненько. Аккуратненько. И садимся. И садимся. Ну как-то так. Где у нас инструменты для ремонта? Не знаю где. Блин. Как все темно в этой игре. А. Все. Это же. Есть. Я же починил тебя. Ааа. Не так просто. Хорошо. Будем потихонечку так прыгать. И чинить. Возможно это как-то не так делается. Но это же я. Есть. Все. Корабель. 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 Как новенький. Что это? Разжечь костер. Задремать. Мы сейчас сохранимся. Наконец-то. Или нет? Сколько надо поспать. Чтобы сохраниться? Пожарить маршмелл. А может пожарить маршмелл. Нужно чтобы сохраниться? Вкусно. По-моему мне очень понравилось. Ладно. Плевать. И так. Значит. У меня южный полюс надо. Южный полюс вон туда. Что написано было? Осторожно. Призрачная материя. Только не это. Так. Гоу в корабль. Я хочу чуть ближе к южному полюсу подлететь. Во. Прям прекрасное место для посадочки. Давайте. Выравниваемся. Смотрим. И присели. Присели. Вот. Идеально. Но. Только мы не на южном полюсе. Э. Загвоздка вышла. Но тут много всяких надписей. Надо почитать. У ваших ног лежит башня квантовой истины. Если это ваше первое паломничество на квантовую луну, спуститесь ко входу. Знания, хранящиеся внутри, помогут вам в путешествии. О. Это интересно. Мак. Деревья двигаются. Деревья в этой роще перемещаются. Целиком с корнями. Это ненормально. Даже для такой странной планеты. И главное, я ни разу не видел их в движении. Я не понимаю, что происходит. Блин, это стрёмно. Окей. Если кто-то наблюдал подобный случай, прошу, зафиксируйте здесь свои наблюдения. Что-то неладно. Или с деревьями, или у меня с головой. Треста. Страшнее всего, что дело не ограничивается деревьями. Другие материалы, материальные объекты, например, необычный камень, каменный осколок, тоже каким-то образом перемещается. Это квантовый камень? Точнее, да, квантовый камень. Асмунда. Этот осколок настораживает сам по себе Треста. По цвету и текстуре он не соответствует породам на этой планете. Асмунда. Предположение. Это осколок. Этот осколок важен. Следует его изучить. Возможно, все остальные объекты двигаются именно из-за него. Треста. Маг прав. Деревья действительно двигаются. Признаюсь, я этого не замечала, пока не прочла его заметки. Ой, это интересно. Вот это интересно. Эти деревья? Да, они перемещаются. Я бы никогда не заметил. О! А, жесть! Ладно. Покажите уже мне, где этот, чертов, Южный полюс. Ау. Тихо. О! Стремно. Стремно. Южный полюс где-то здесь. Нифига он не здесь. Куда мы летим? Я же правильно понимаю, что вот он, северный полюс, да? Вот этот луч. Вероятно. Давайте тормознем. Тихо, тихо, тихо. Присели. Хорошо. Сейчас выйду. Я что-то вообще не понимаю. Я не понимаю. И вообще, куда мы сели? Возможно, на что-то очень важное. Что это? Какая-то шляпа. А это что? Непереведенно чего? Треста. Все ли живы? Никто не получил травм, когда капсула приземлилась. Нам чрезвычайно повезло. Это уже хорошая новость. Что-нибудь слышно от спасательной капсулы 2 и спасательной капсулы 3? Нет, я не могу установить связь. Однако, радар засек сигнал о бедствии от этих двух капсул. Это значит, что они по меньшей мере целы. Я попытаюсь связаться с ними. Спасибо. Если мы сможем... Треста, луна опять приближается. Всем приготовиться. Вулканическая луна вернулась. А, это та самая луна, я понял. Остерегайтесь падающих камней и пепла. Полагаю, луна прошла. Кажется, эта планета не рада гостям. На ее поверхности нам точно нечего делать. Нужно скорее найти укрытие. Вулканическая луна может вернуться в любой момент. В земле есть несколько подходящих пещер. Однако, сначала необходимо как-то спуститься с этой скалы. Возможно, стоит построить платформу. Прикольно. Бурджернал обновлен. Обнажены деревья. Запас кислорода восполнен. Ага. Хорошо. Ладно, я хочу все-таки попробовать поближе подлететь к Южному полюсу. Давайте пойдем на корабль. Что произошло? Что это? Чертов лазер побрил меня. Поймать! Стало очень холодно лицо. Я не привык. Но, походу, придется играть так. Ничего не поделать. Терпите. У нас все еще с вами миссия. Не смотрите на меня так. Опять будете булить меня, да? Как когда я экспериментировал с прической, будете булить меня насчет моей бороды. Она скоро вернется, обещаю. Наша задача. Наша задача. Помним нашу задачу. Не отвлекаемся на всякие там бороды. Есть вещи поважнее. А это тайны вселенной. Между прочим, у нас тут на кону. Их надо раскрывать. И а не смотреть на чьи-то там бороды. Подумаешь? Это выпуск не про бороду. Не смотрите на меня так. Ну, смотрите, можем взять сигналоскоп. И что-то... Из черной дыры доносится... Из черной дыры доносится банджо. Стоп, стоп. Соотносим скорость. Соотносим. Садимся. Я уже, если честно, вообще без понятия... Убери сигналоскоп. Я без понятия, где находится северный полюс. Я... Точнее, южный. Нам не показано на нашем корабле. Я, черт подери, не вижу. Давайте выйдем. Мы прямо возле южного. Наконец-то. Все, давай. Пробел понеслась. Как прыгать? Прыгаем. И... Да. А, и пробел. Все. Все, разобрались. Итак, вот. Мы на южном. Где-то здесь. Что здесь? Снег. Как и полагается. Офигеть, я обосрался. Надо не забывать смотреть на это. Иначе мы сдохнем. Я так понял, здесь невозможно сохраниться. В смысле, тут все сохраняется. Но мы, даже если подохнем, даже если выйдем из игры, мы все равно окажемся там, внизу, на нашей планетке. Опа, это лифт. А это можно прочитать. Висячий город. 50 метров вниз. Мы сейчас туда спустимся. А мы туда не можем спуститься, ибо нас сразу наверх будет, да, тащить? Ну-ка, давайте посмотрим, работает ли он. Нет, он работает только наверх. Здесь еще написано. Шалфей. Послание друзьям на пустотной сфере. Я только что совершил... Не тот, голос подобрал. Гиперпрыжок со станции Белая Дыра. С другой стороны, черные дыры. А, нифига себе, я никогда об этом не думал. Расположенный в пустотной сфере. Наш план сработал. Мы воссоздали технологию гиперпрыжка. Блин, это портал. А я думал, интересно, вот это вся карта, что будет в игре. Оказывается, нет. Лакка. Не знаю, атаковали, была задумка Аноны. Однако я рада, что все работает. Я знал, что мы справимся. Касава, надеюсь, ты это читаешь. Лакка. Погоди, здесь ошибка. Шалфей, ты видел эти данные? Между ними нарушена причинно-следственная связь. Должны быть какие-то неполадки в оборудовании. Лакка. Я возвращаюсь на станцию Белая Дыра. Отправлюсь туда вместе с Ростком. Мы проведем диагностику и постараемся выявить проблему. Лакка. И не рассказывай Касаве. Осмунда. Это чудесные новости. Мне не терпится увидеть гипербашню. Хотя я уже давно не перемещалась с помощью черных дыр. Я ни разу не перемещался с помощью черных дыр. Пожалуйста, дайте мне возможность. Вот, смотрите, что это. А, это проигрыватель. Там надо будет какую-нибудь штучку вставить. Вот, смотрите, еще один труб. Что же с ними стало? И о каких годах, о каких промежутках идет речь? Как давно они существовали? И как давно они все это сделали? Получается, вот этот лифт сломали нам. Кто-то сломал какой-то урод. Так, прыгаем. Вон туда, наверх можно. Да-да-да-да-да. Идеальненько, идеальненько, идеальненько. Есть. Осмунда. Кто-нибудь обращал внимание на фантомную луну, что иногда появляется в нашем небе? Мне интересны ваши мысли. Фантомная? Мак, очень интересная луна. Похоже ли она на нашу старую, знакомую, пустотную лампу? Треста. Представьте, что будет, если мы получим две вулканические луны. Мак. Полагаю, от нас ничего не останется. Осмунда. Предположение там... Предположение. Там может присутствовать лава. Треста. Хотелось бы исходить из обратного. Треста. Ты воистину наблюдательна. Почему она исчезает, на твой взгляд? Предположение. Причина может быть сдвиг в световом диапазоне. Осмунда. Эта луна не вулканической природы, судя по виду. Иногда она покидает свою подругу пустотную лампу сразу на несколько ночей. Мак. Похоже, эта луна появляется и исчезает без какой-либо закономерности. Она путешествует, как ей нравится. Она разумная? Мак. Возможно, луна стесняется показывать нам свое лицо. Я очень хочу увидеть эту луну. Как ее увидеть? И, собственно, тут нам сказали про некое устройство на Южном полюсе, которое нуждается в настройке. Ну, там, борт-журнал обновлен. Нам, наверное, нужно сходить на корабль, да посмотреть, что там. Смотрите, она прям летает и пуляет, тварина. Когда у тебя лава закончится? Вот эта луна, да? Где она? Куда исчезла? Это она. Появляется и исчезает. Нам надо держать ее. Ага, нам надо будет... Вот она опять! Ааа. И исчезла! Хорошо. Голодный корабль. О, прикольно. С помощью ранца можно прям всю планету облететь. Как-то у меня раньше не получалось на нем нормально летать. Благо, это больше не проблема. Ой, е-мое. Итак. Я думаю, что мы ее сейчас сразу прям не увидим. Нам надо... Пойдемте. Почитаем наш борт-журнал. О, какое-то интересно, блин. Вот. Северный ледник, станция белая. О, офигеть, как много всего. Квантовая луна. Блин, у нас так много всего нераскрытого уже появилось. Вот это что такое? Слухи о мести. Ладно, погодите. Давайте... Я помню, что проблема моя будет, если... Она будет продолжаться, если я буду играть в игру таким образом, что буду отвлекаться на все подряд. Давайте. Квантовая луна. Сейчас именно этим мы и займемся. И если вы будете отвлекаться на мое отсутствие бороды, то мы не поиграем с вами нормально. Перестаньте. Еще раз вам говорю. На мае на пустотной сфере видели фантомную луну, которая иногда появлялась на небе. Хорошо. А это что? Северный ледник. Северный полюс пустотной сферы покрыт снегом и льдом. На поверхности стоят необычные руины на мае. На мае нашли способ перемещаться сюда со станции Белая дыра. Здесь они впервые воссоздали технологию гиперпрыжка. На выходе с черной дыры, расположенной в пустотной сфере, находится станция Белая дыра. Несколько на мае вернулись на станцию, чтобы изучить данные, нарушающие причинно-следственную связь. Окей, наша задача это высадиться на квантовую луне. Как нам ее теперь найти? Квантовая луна. Ой, ёу, испугался. Квантовая луна. Черт, черт, не ломай корабль, не ломай. Я не вижу ее. Вот она. Иди сюда, бич. Автопилот. Интересно, а если я буду на ней, но закрою глаза, чтобы на нее перестать смотреть? Я открою, и она исчезнет? Есть такая вероятность, да? Стоп, стоп, стоп. Стоп. Зиан. Зажать R, перекатиться. Зажать Alt Shift, применить свободный обзор. Перекатиться. А, еще вот так можно. Я не понимаю, где я. Музыка так прям прекратилась аж. Я не понял. А, да что такое? И что такое? Стук опасностей высадится. Стоп. Не сюда, аккуратней. Мы не можем попасть на ту луну. Мы не можем на нее попасть. Но неужели нам ничего на этом не скажут? Я это не могу так оставить. Давайте попробуем еще разочек. Что это такое? Чужак. Чужак. 17 километров. Стоп. Мы потом, потом с чужаком разберемся. У нас другая задача. Не отвлекаемся. Вот ты. Вот она. Тварина такая. Стоп, 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 стоп. Взять. Ускатель разведчиков. Запустить. Давайте вернем его. Надо. Лететь к этой чертовой луне. И не пускать ее из вида. Тормози, тормози, тормози. Итак. Что? Что? Смотрите! Он исчез. Блин. И даже если мы вращаем камеру в любое место, в любую сторону. Давайте еще раз. Ха-ха-ха. Блин, это так прикольно. Давайте в нее. Прямо в нее. И она исчезает. И она исчезает. Да, это очень круто. Что ж, давайте вернемся на пустотную сферу. Я ее не вижу. Я не знаю, что... Какой вывод делать с этого всего. Давайте найдем, где высадиться. Вот здесь. Как раз таки... О, тихо. 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 Опять! Те же самые символы, что были у нас на нашей родной планете. Садись. Аккуратней. Пошли в режим посадки. Когда уже сели. Нормально. Все, встаем. Ммм. Лукась. Ничего не работает. Смотрите. Нельзя. Вот. Шпат. Запас топлива. Ненавижу возвращаться к кораблю пешком, когда можно долететь на реактивном ранце. Поэтому оставляю это тут. Судя по данным о целостности поверхности, которую выдал маленький разведчик... Да, я тоже его использую, роговик. Эта часть пустотной сферы обрушится еще не скоро. Впрочем, как знать. Если топливный баллон еще на месте, можете заправиться. Если нет, у вас явно проблема посерьезнее. Получается, вот мы все это прочитали. Хорошо. Есть баллон, но мы заправились. О, и о, и о. Возможно, где-то я пропустил, но наверняка должна быть какая-нибудь пластинка, которая поможет нам проиграть. Смотрите. Снизу. Идет. Может быть, есть какой-то проход вниз. Какой-нибудь дополнительный. О-о-о-о. О май год. Я, возможно, не выберусь оттуда живым. Но все ради науки. Аккуратненько подлетим. Стоп, а давайте попробуем на корабле подлететь. Заодно топливо сейчас. Запас пополним себе. Я, 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 я. А? Смерть. А, смерть. Не хочу смерти. Все, мы здесь. Восстанавливай. Все, запас. Есть. Окей, вниз-вниз-вниз-вниз Все, падай Есть гравитация, наверняка Там черная дыра Обидно Не надо, еще рано Вот, смотрите, туннель Мы открыли, сейчас все починим Все будет как надо Есть, идеально встал Пошли, все хорошо Так, где что-то сломалось? По-моему, фигня, да? По-моему, все хорошо Неопознанный сигнал Стоп, я же слышу Банджо прямо здесь Без своего этого аппарата Я слышу сигнал Смотрите Ух, да, это было крайне неприятно Зато я здесь, надо сфокусироваться на этом А не на том, как я буду возвращаться По этой тропе, но я-то продумал Я на корабле сюда прилетел Тут очень круто Кажется, висячий город должен быть К северу отсюда А на востоке Гравитационная пушка Ее я больше всего хочу увидеть Кроме того, приборы показывают Что где-то внизу есть кислород Это радует Потому что мои запасы Существенно уменьшились от криков При падении Надо спуститься и восполнить их Вот только тошнота прекратится Блин, как будто они знали Что будет чувствовать игрок Ну, по крайней мере Я что буду испытывать Когда буду сюда спускаться Смотрите Перевод Висячий город Двадцать Двести пятьдесят метров Ага, ага Это вот что? Это карта типа такая, да? Где мы находимся? Написать должны были Вы тут находите Тут повсюду камни С указателями Гравит... Гравикристальная мастерская Вверх Все наверху находится Гравитационная пушка К востоку Восток у нас Значит там это Юг Внизу север Восток Вот сюда Сюда О, надо бы починить Сейчас, буквально секунду Я хочу подойти К пропасти И посмотреть Прямо в глаза В душу черной дыры Ааа, блин Ай-яй-яй-яй-яй Ай-яй-яй Что это такое? Что это? Что это такое? Что это такое? Что это такое? Оно меня убьет Я же помню эту штуку Она меня убивала Нет Нет, это корабль Срочно Срочно Ааа Что это такое? Походу Вот как устроено Эта штука Это Я понял Это гамма-лучи Какие-то Да Ну Типа гамма-лучи Что-то Короче Наш народ Не подозревает Что Это Последний день Их существования Что Вся их Солнечная система Будет уничтожена И именно это Хотели предотвратить Те существа Я забыл Забываю Как они называются На На мае На мае Да? Они хотели Это предотвратить И они сделали Оставили какие-то подсказки Возможно Они исчезли По той же самой причине И они Именно это Хотели найти Способ Спастись От той штуки Я Я сейчас Может быть Это уже было сказано Я что-то Вот сейчас Начинаю От балды уже Придумывать Исходя из того Что я увидел И поэтому Мы просыпаемся Каждый день здесь И помним Все что было Они на мае Пытаются нам помочь Не совершить Ту же самую ошибку И мы сейчас У нас получается Каждый день Когда мы просыпаемся Есть определенное Количество времени Прежде чем мы Будем уничтожены Той штукой От которой Никуда нельзя сбежать Блин Это так круто Так стрёмно Это Представляете Если бы наши ученые Однажды что-нибудь Такое увидели И мол такие Ребят нам осталось Там не так долго Помните такое было Когда Там Короче Не все это от зла знают Но нас пугали В детстве Что в 2000 году Будет конец света И все погибет Там фильмы различные Выходили Это очень будоражило Мое воображение Не в очень хорошем смысле Но и в то же время Было весело заодно Вот И У меня особый Короче страх Это вызывает Детский Такой детский Животный И это круто Это крутая игра Привет Может быть мы что-то новое Можно сказать Привет Пилотам Ну что Поднимешь Эту красавицу В небо Чем могу помочь На этом корабле Только самоубийцам летать Повезло что я Во временной петле Иначе мы бы уже Не разговаривали Солнце Солнце Вот Нужен будет грим Нужен будет грим Особенный грим И чтобы этот грим Сделать Мне нужно было Сделать слепок Моего лица И делается Слепок лица Это вот этим Я забыл Вещество Короче Типа силикода Тебя заливают Полностью И чтобы потом Это все снять Тебе нужно Чтобы у тебя не было Волос На лице Брови там закрыли Специальным таким Вазелином По-моему Так вот смазали Но всю бороду Так бы не получилось Сделать Поэтому Надо было Все это побрить Через неделю Я думаю Это уже все отрастет Так что не переживай Мне самому нравится Больше с бородой Может быть я Как-нибудь видоизменю Не знаю Посмотрим Как захочу Так и сделаю Моя борода Моя рожа Вот Мне с ней жить Но главное На нее смотреть Поэтому вы тоже имеете Какой-то вес здесь Огромное всем спасибо Ребят Что смотрели этот выпуск С вами был Юджин Вот Такое Вдохновленное состояние Я сейчас ощущаю Солнце светит И вы поиграли В прекрасную игру У меня интересные мысли В башке сразу Я надеюсь Что вам тоже понравилось Лайкайте Комментируйте Подписывайтесь на канал Если это видео превышает То тысяча лайков Пожалуйста Поставьте И напишите об этом В комментариях Также не забывайте Что у меня открылся Телеграм-канал Там есть и чат Там есть и куча Всякой информации Новостей Из мира игр Кино Музыки И так далее Я свои какие-то новости Пощу личные Так что заходите Там очень интересно Нас уже там 18 тысяч человек Поэтому и ты Тоже присоединяйся Я буду очень рад Тебя там видеть Так что у нас в паблике В ВК Тоже обновы идут Тоже всякие штуки Постятся Разный контент Буду стараться Больше всего давать вам Насколько это возможно Пощу не я Я только дополняю Редактирую что-то У меня есть чувак Который Занимается Постами Чтобы вы не думали Что это только я Все делаю Потому что одному Это все невозможно Делать В общем Заходите И заодно Кстати говоря Публикуйте В предложку В паблике Какие-то новости Тоже свои Какие-то может быть Рисунки Что угодно И мы будем стараться Это штудировать И как-то превращать В какие-то посты Так что Вот Принимайте участие Друзья Ну а с вами был Юджин Люблю вас всех Обожаю Целы Обнимаю И конечно же Всем напоследок Мощную пятюлю Вы готовы? Раз Два Три И Пять Пять